здравствуйте дорогие зрители нашего канала спасибо вам большое за ваши теплые отзывы за ваши теплые отклики но одна маленькая просьба хотелось бы чтобы вы предлагали свои вопросы задавали их не будет так проще понять что вас волнует и мучает смысле садоводства и огородничества еще одна женщина очень правильно написала в комментариях что там откуда мы приехали все зоны рискованного земледелия часто мы привыкли вести хозяйство садоводство и огородничество по одним правилам но здесь они не работают и в этом я сама убедилась если у нас было достаточно посадить в землю растения и посыпать какими-то удобрениями и поливать защищать от холода то здесь совсем совсем наоборот эту землю нужно облагораживать нужно подружиться с ней и для того чтобы наша тема была актуальной посадка летников для начала маленький краткий курс теории я хочу вам рассказать как посадить летники в эту гастагаевскую землю чтобы они не болели не умирали отвели и радовали вас все лето ну а теперь несколько слов о нашей земле значит земля у нас бывает двух видов влажная сырая и сухая когда земля влажная ступаешь ее как в болото вы выскочить очень тяжело если выскакиваешь вся земля остается на сапогах и очень грязно второй вариант когда она пересохла ее хоть мотыгой бей не разобьешь поэтому есть такой вариант для того чтобы землю можно было копать когда она пересохла ее надо леечкой сперва смочить но не сильно потом она хорошо поддается копке значит если земля сырая туда лучше не лезть это бесполезно значит чем копают у нас землю на землю копают не лопатой а землю копают виллами и не то что обычными виллами вот такими которыми сено грузят они вот так вот изгибаются для копки земли предназначены вот такие вот плоские широкие виллы вот которые которыми только можно копать землю первым делом купить место лопаты вот такие вот виллы и так вы скопали землю ну вот пожалуйста на заднем плане видна дорожка которую я вскопала вилами да вскопали вилами не лопатой а вилами для посадки летников теперь вам надо вот этим вот маленьким маленьким малюсеньким растениям маленьким корешкам дать возможность укорениться в этой земле ну а дальше уже дело пойдет это как маленькие детки сначала надо заботиться о них а в старости они порадуют вас своими успехами значит берете пакет обычного торпа желательно не рыжего а темного ну каждый для себя выбирать что им интересно я покупаю здесь это все в гостагаевской в очень милом магазинчике на улице колхозной 18 а это не реклама просто там хорошая владелица и она всегда окажет любезность даст консультацию и поможет значит берете примерно ведро этой земли потом ведро нашей гостагаевской земли желательно чтобы она была рыхлая ну это например говорят хорошая земля под орешником я сама убедилась у меня растет за забором орешник и там замечательная земля потом вот есть такой агротехнический вермикулит или перлит название различное но суть одна он разрыхляет землю здесь очень тяжелая земля значит сыпите его ну примерно горсть на все эти два ведра и какой-то потом значит если у вас есть какой-то не знаю конский навоз или я вот там же покупаю вот такое вот удобрение тоже горсточку этого удобрения и можно супер фосфат вот такой вот есть или универсальная кемера тоже меньше горсточки чтобы не сжечь корни растений вот все это замешиваете получается такая смесь не знаю там сыпучая и эту смесь кладете в лунку по чуть-чуть и этого достаточно потом не надо подкармливать растения надо их только поливать и рыхлить идеальный цветок для южных районов это конечно бархатцы он подарит вам море позитива особенно в первый год когда участок ваш не обустроен и надо создать какие-то яркие цветовые пятна чтобы они радовали глаз бархатов очень большое разнообразие мы привыкли видеть просто обыкновенные бархатцы которые называются здесь шафраном но это не так есть бархатцы сортовые ярких красных цветов есть бархатцы французские очень необычные они выглядят вот так немножко отличаются с разрезными красивыми листьями и создающие очень большие красивые куртины есть бархатцы похожие на пионы вот эти вот до метра вырастают эти 40 сантиметров поэтому обустроить свой участок можно с помощью этого неубиваемого цветка он очень простой не надо над ним много трудиться достаточно либо вырастить рассаду либо просто посеять семенами и сделать веселую полянку из бархатцев ну я привыкла по своему опыту садоводческому еще с холодных районов раз через рассаду я бы сегодня высадила рано утром а другую партию высадила вчера вечером разницы никакой под солнцем эти бархатцы чувствуют себя замечательно даже сразу после высадки второй цветок который тоже сильно украсит ваш участок это питунья питунья бывает очень разнообразных всевозможных видов окрасок и ампельная и каскадная который разрастается большущим огромным букетом из одного растения получается букет как будто бы я не знаю там из трех четырех пяти цветков больших пионов и крупноцветковая которая и махровая ну очень много разнообразных видов питунья кроме того из той же серии душистый табак вот он у меня там на заднем плане он уже конечно перерос но кроме того что он очень красив он вечерние часы и очень сильно пахнет создает очень приятный аромат достаточно просто его выращивать я потом расскажу ближе ну к новому году сейчас конечно поздно их выращивать вы можете купить рассаду и питунья и душистого табака и бархатцев но бархатцы еще не поздно посеять в грунт и вырастить самим причем бархатцы отличаются тем что можно как говорится собрать два урожая одна моя приятельница в прошлом году вырастила бархатцы в сентябре собрала их семена снова посеяла и они до заморозков радовали ее своим цветением вот такие вот замечательные непритязательные очень легкие выходят цветы ну и еще один цветок который я люблю всегда сажаю это лабелия лабелия у многих не получается опять же я расскажу особенности выращивания лабелий в отдельном ролике у них так называемые пыльные семена там есть свои особенности но рассаду лабелий тоже можно купить и можно с помощью этого цветка создать необыкновенные цветовые пятна хотя бы на том же газоне что я и хочу сделать вот видите я вскопала землю посажу лабелию и попытаюсь создать эффект цветочного ручья если получится ну мы снимем этот ролик когда все обрастет кроме того есть вьющиеся растения которые помогут вам закрыть и заборы и беседки чтобы вам было приятно сидеть это и помея и кобея и настурция вьющиеся и душистый горошек и красная стручковая фасоль то есть разнообразие масса их можно здесь сажать прямо в грунт сейчас еще не поздно сажайте можно даже спаржевую фасоль посадить кроме того что она будет виться она еще порадует вас своими и вкусовыми и плодами поэтому дерзайте все ваших силах когда растение пересаживается из кассет если кто-то покупает рассаду на постоянное место она конечно переносит стресс есть два препарата один называется циркон другой эпин которые помогут растение это сделать своего рода скорая помощь также это растение хорошо и когда сильная засуха жара и в парнике что-то там паникла подвяло погорело что-то подмерзло если вы очень рано высадили растение эти препараты тут принципе все написано на обороте по моему две капли на стакан опрыскивайте растение перед высадкой за два дня и все и тогда она легче перенесет пересадку ну а теперь практическая работа пойдем сажать бархатцы я на примере их покажу как нужно сажать растение чтобы они быстрее прижились не болели и радовали вас своим цветением итак в какое время дня нужно сажать рассаду я попыталась использовать здесь два варианта рано утром ну часов 7 утра и поздно вечером часов 6 вечера ну не поздно ну 6 вечера когда заходит солнце мне понравилось больше последний вариант вечером объясню почему вот тут рассада есть которую я высадила сегодня утром она чуть подвяла конечно она отойдет но зато ту рассаду которую я высадила вечером даже без укрытия сегодня на ярком солнце с ней ничего не случилось за ночь рассада адаптировалась к новым условиям и как-то чувствовать себя лучше вот поэтому значит лучше сажать ее все-таки вечером собра сада пришла в себя до утра если яркое солнце если есть возможность притянить рассаду но не всю только каких-то очень дорогих редких цветов которых вы долгое время выращивать бархта притянять не надо это неубиваемый цветок я еще раз сказала ноготки не надо притянуть а вот пету нежелательно притянить ну жалко если она погибнет потому что выращивать ее нужно начинать где-то с начала февраля хроликах советуют перед высадкой рассаду сильно полить ну мне эта тема не очень нравится объясню почему когда у вас рассада в кассете с комом земли и очень сильно политая она очень плохо отделяется из кассеты а если она чуть суховато ну вот как у меня например или не сильно политая то она ведь и сразу выходит из земли корешки не повреждаются и вы спокойно опускаете ее в лунку полить ее сильно вы можете уже в лунке но когда вы вытаскиваете с кассеты сильно палит создает вам дополнительные трудности поэтому я не советую этого делать по крайней мере мне это не нравится земля расползается в руках значит для здешней земли сначала вы делаете лунку не очень глубокую поливаете ее водой вообще я делаю это из шланга ну здесь чтобы как бы минимизировать процесс показываю вам можно взять когда вода впитается можно не ждать кладете вот этой горсть намешанной земли которую я вам показывала в предыдущем моменте и сажаете в нее рассаду вот так вот и засыпаете сухой землей больше сверху рассаду поливать не надо рассаду нужно посадить до плечиков чем ниже вы посадите рассаду тем лучше она не будет так сильно болеть и не будет сильно обгорать на солнце не бойтесь ее заглубить ничего страшного вот присыпать нужно сухой землей потому что почва здесь очень сильно пересыхает подергивается коркой а для молодых растений нужно воздух чтобы корешки могли дышать и дальше нарастать не ждите сразу результата ни от рассады не от посаженных вами растений многолетних сначала они должны нарастить корни а потом уже верхнюю наземную часть ну вот собственно и все все остальные действия то же самое кладете поливаете лунку кладете горсть земли сажаете рассаду сколовую земли и засыпаете сухой землей все ничего такого сложного здесь нету так 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 Музыка Ну вот собственно и все Смотрите наш канал Мечтайте и делайте Музыка Музыка Музыка